Немножечко ВДСМ, СССР, АСМР в ленту. Трочишь. Всем привет. Это небольшой разминочный видос по монитору, который мне попался на глаза за 7-7,5 тысячи рублей. Что в нем особенного? 1080p, 100 герц и чё. Производитель TCL, который уже давно есть на рынке телевизоров, решил вывести на рынок и свою линейку мониторов. В нем заявлена мини-LED подсветка. Да, всего 84 зоны, знать бы чем они отличаются. В отличие от значительно более дорогих на 380, 500, 1000 и так далее. Смысл ее создания в улучшенной передате черного цвета, от которой страдают в первую очередь IPS-матрицы, которые хороши буквально во всем, кроме этого момента. На самых дешевых невооруженным глазом заметны большие неравномерные белые пятна на экранах. На дорогих их постарались убрать, но все равно не полностью. К ним, конечно, можно привыкнуть и даже не замечать при использовании на светлом и цветном фоне в целом. Но любители лучевой дресни, движков на Unreal Engine 5 и прочих современных подтвердят проблему, которая стала очевидной. В ряде участков со сложным освещением буквально ни хера не видно. Злоебучая кромешная тьма накрывает ваш экран. А иногда и самого персонажа тоже, которым вы управляете. Отчего какое-то исследование или прохождение становится некомфортным. Даже с использованием фонариков или факелов. Вам либо приходится затерпеть и поскорее выйти на свет, либо выкручивать гамму, по-дебильному забеливая локацию, чтобы просто найти проход. И для примера кромешной тьмы по памяти использовал пещеру в Ведьмаке 3. С лучами или без на мониторе слева ничего не видно, кроме Герванта и заранее как-нибудь освещенных участков. На ТЦЛ справа можно рассмотреть окружение полностью, не прибегая к увеличению гаммы или яркости, и не портия изображение изначально. Тут ещё выяснилось, что камера смиртофона попросту не может уловить тёмные области. Но даже с ней разница всё равно заметна, а на глаз она будет прямо очевидной. Но там, где она есть, опция локального затемнения отключена. Если же её включить в один из трёх режимов, то полная темнота воцарится и здесь. Возникает вопрос, работает ли мини-лет при выключенной опции, или же матрица монитора имеет какие-то значительно более высокие показатели контрастности, поэтому она и лучше. Можно сказать, что она больше напоминает VA-экран, хотя является представителем IPS. И без типичных проблем, когда в динамичных играх вы ощущаете гостинг-эффект, причём не важно на какой герцовке. Если детально рассматривать оба экрана, на обычном IPS мы встречаем пятна в случайных областях, и помимо них засвеченные области на тёмных фонах. Как бы объяснить? Ммм... Яркость или контраст не повлияют на конечный результат, ведь тип подсветки слева не изменится. Создаётся ощущение, что на обычном экране поверх непосредственно цветопередачи имеется слой лампочек, которые забеливают экран целиком. В то время как на данном этого лишнего слоя нет, поэтому изображение не страдает, но в то же время он не является более тусклым, и мы можем разглядеть на нём всё, что показывается. То есть, грубо говоря, чёрный цвет на экранах был бы одинаковым, если бы слева была возможность отключить этот лишний белый фон, но её, разумеется, нет. Однако не всё так радужно и у мини-ледов. Пользователи, особенно так называемых бюджетных моделей, в данном случае они дороже обычных мониторов раза в два. Небюджетные, соответственно, в три и четыре, замечают ореолы белого света вокруг, например, курсора. Я его не обнаружил. Возможно, это проявляется на каких-то других моделях, или данная просто является демо-версией мини-леда, или те люди, которые произошли от каких-то сов с особым зрением, пока лично не протестируешь, определённо сказать нельзя. А самые дорогие представители с OLED-дисплеями по-прежнему не любят статичных изображений, требуя перезапусков монитора раз в несколько часов. Если же упорно игнорировать их, то вскоре, хотя когда вскоре, непонятно, но вы получите эффект, схожий с демо-версиями телефонов Samsung 2017 года, которые круглосуточно работали на витринах, и спустя несколько лет у них сильно просела яркость, которая являлась их главным плюсом. А вдобавок, на экране появилось неубираемое статичное изображение, с выгоревшими пикселями, например, заставка часов или рабочего стола поверх картинки, в зависимости от того, что, собственно, стояло на экране дольше. Производители, конечно же, за 7-8 лет должны были продвинуться вперёд, но полностью вылечить органические кристаллы в OLED-ах от этой болячки, судя по всему, всё ещё не смогли. Есть вероятность, что это, в принципе, невозможно сделать из-за их природы. Но технологии лучше пока не изобрели или их скрывают, так что в любом случае придётся идти на какие-то компромиссы, вне зависимости от бюджетов на монитор. Меня вся эта маркетинговая хрень мало интересует, мягко говоря. Главное, конечный эффект. Данный экран действительно гораздо лучше справляется с темнотой, и если для вас это было важным требованием, стоит его рассмотреть. У тех же TCL есть целая линейка, правда, там не так уж много пока что. И этот монитор является самым доступным. Мне, конечно же, как профессиональному колтент-мейкеру и гей-мэру этого города, нужна высокая герцовка и большой экран от 27 до 32. С квад-разрешением. А подобные, скажем так, свойства экрана мне определённо понравились. В любом случае, никакой обзор, снятый на камеру, особенно слепошарого смартфона, затем обработанный на ютубе и просматриваемый через ваш такой же слепошарый смартфон или обычный монитор, не передадут тех нужных деталей, что заметны вживую. Так что, если есть желание попробовать что-то новое, пробуйте. На сегодня всё. Комментируем, смотрим другие видео на канале, особенно про чай. И подписываемся, ведь теперь только здесь говорят правду. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok